Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Козынцева. История православной церкви насчитывает почти два тысячелетия. За это время церковное предание вместило в себя большое количество книг и постепенно сформировавшихся традиций. Каноны, богослужебные тексты, молитвословы, поучения святых отцов и другие книги о самых разных аспектах христианской жизни. Как разобраться в этом море информации человеку, недавно переступившему порог храма? Что считать главным? Наставлением кого из христианских подвижников следовать? Подобные вопросы возникают в голове человека, всерьез задумавшегося об основах своей веры и решившего понять церковные традиции. Замечательно, если найдется кто-то, знающий, и поможет. А если нет? Тогда можно воспользоваться проверенным способом – прочесть хорошую книгу. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию одну из таких книг. Она называется «Вхождение в церковь. Первая ступень в оцерковлении». Это издание является первым в серии книг нового образовательного просветительского проекта «Ступени веры», целью которого является разработка общего курса для человека, входящего в церковь. Идею создания этого курса осуществила редакция издательства «Никея». По словам издателей, книги данного проекта отличают их соответствие учению церкви, продуманность и доступность изложения. Все они написаны специально для проекта современными авторами – священниками, преподавателями, историками, не только обладающими глубокими познаниями в своих областях, но и умеющими ярко и доступно передать свои знания читателю. Небольшой объем, лаконичность оформления и удобная навигация по книгам – отличительные особенности данного проекта. Некоторые книги курса построены в виде уроков с проверочными вопросами в конце разделов. Другие снабжены иллюстрациями и инфографикой, облегчающей усвоение материала. Отдельным достоинством курса является возможность изучения книг независимо друг от друга. По мнению издателей, этот курс станет незаменимым помощником как для людей, делающих первые шаги в церкви, так и для всех, кто хочет расширить и систематизировать свои знания о православной вере. Проект издательства «Никея» не отменяет необходимости дальнейшего знакомства с миром православного предания, но дает знания, необходимые для более глубокого погружения в церковную традицию и побуждает к дальнейшему движению в раз и навсегда правильно выбранном направлении. Продуманный и логично выстроенный курс ступеней веры словно компас поведет читателя путем познания по ступеням восхождения, возрастания в православной вере. Первая ступень – воцерковление. Эту тему раскрывают две книги известного миссионера и проповедника Протеерея Андрея Ткачева «Вхождение в церковь и духовная жизнь». Протеерей Андрей Ткачев – священник храма Воскресения Славущего на Успенском в Рашке в Москве, преподаватель Сретенской православной семинарии и православной гимназии святителя Василия Великого. Один из самых читаемых современных авторов православной литературы. Известный миссионер и проповедник. 12 лет был клириком Георгиевского храма во Львове. На это время пришлось начало его миссионерской деятельности. С 2006 года – настоятель Киевского храма преподобного Агапита Печерского, а с 2007-го – еще и храма святителя Луки Крымского. В 2013 году возглавил миссионерский отдел Киевской епархии, ведущий телепередач «На сон грядущим. Сад божественных песен». С 2014 года батюшка проживает с семьей в Москве, ведет передачи на радио «Радонеж» и православном телеканале «Союз». Первая из книг, которую мы предлагаем вашему вниманию, называется «Вхождение в церковь». Она построена по принципу уроков и разбита на семь блоков, логически идущих друг за другом. На страницах книги рассматриваются вопросы от самых простых, которые помогут человеку на практическом уровне сориентироваться в храме и почувствовать себя там комфортно и спокойно, до вопросов основополагающих. Что такое церковь? Для чего человек туда приходит? Что с ним должно произойти? Кто в церкви главный? Книга рассказывает об основах христианской жизни, раскрывает теорию, что такое молитва, какие таинства присутствуют в церкви, почему и как почитаются святыни и соблюдаются традиции. Книга вводит читателя в мир православной веры, помогает решиться на первую исповедь, приступить к главному таинству церкви — причастию, знакомит с церковными традициями, предостерегая от духовных ловушек и подмен. Автор доступно и увлекательно объясняет, что происходит в православном храме и знакомит читателя с богатством церковных традиций. В предисловии отец Андрей пишет, «У меня есть один знакомый, простой и хороший человек, которого преследует всю жизнь одна любопытная закономерность. Какие бы он квартиры ни снимал, своего жилья пока нет, они всегда оказываются в той или иной степени близости от православного храма. Узнает знакомый об этом только рано утром в воскресенье, когда удары благовеста зовут верующих на литургию, а заодно и будет неверующих. Любопытно, что этот знакомый на благовест не сердится. Наоборот, говорит, «Эх, зовет меня Господь в церковь, зовет. Тогда когда придешь, спрашиваю? Надо, надо, как-нибудь потом. А что такое это наше современное потом?» Недавно появилась модная словечка «прокрастинация», термин в психологии, произошедший от латинских слов «про», то есть «на» и «крас» «завтра». По словам автора, проявляется прокрастинация в том, что человек, зная необходимость каких-то важных задач, игнорирует их и отвлекает свое внимание на что-то другое. Лежит, например, перед ним Библия, которую он никак не возьмется читать. И говорит он себе, «Надо, знаю, но не сейчас». Так может длиться годами. Это качество можно назвать вместе с гиподинамией, ожирением и хронической усталостью, болезнью века. Психологи изучают ее и дают советы, как с ней бороться. А отец Андрей рассказывает о святом, которому советуют обращаться с современным людям. Это мученик Экспедит, память его 19 апреля. Этот святой был решителен в преодолении соблазна откладывать на завтра добрые дела. Его изображают с крестом в руках, на котором написано «Ходие» — «Сегодня». А под пятой у него ворон с лентой в клюве. На ленте надпись «Завтра». В образе ворона дьявол искушал святого отложить крещение. Латинское «крас» — «Завтра» и звучит словно карканье. Так вот, святой Экспедит побрал соблазны, сказав свое «сегодня». «Достойный покровитель для современников», — говорит отец Андрей. Однако, как отмечает автор, вопрос остается, можно ли побороть откладывание прихода Господу? Правомощно ли наше потом, которое мы говорим Богу в ответ на Его благовест? В слове «потом», — пишет священник, — есть большая угроза. Угроза превратиться в поздно. Этим опасны затягивания. Ты же не знаешь, сколько тебе времени и сил отпустит Господь, сколько возможностей войти с Ним в общение у тебя еще будет. Может, не так много осталось, а ты не пользуешься сегодня тем, что завтра станет невозможным. «Слишком поздно» — это те два слова, которыми по Достоевскому можно выразить ад. Именно не больно или страшно, а поздно. И Достоевский абсолютно прав. Представьте, когда перед человеком, словно на ладони, лежит прошлая жизнь со всеми ее нереализованными возможностями, со всеми ошибками, досадными недоразумениями, словно прожитая начерно. «Это же ужасное зрелище», — пишет отец Андрей. «Жил я и думал, что лишь готовлюсь к настоящей жизни и скоро заживу в полную силу. А прожитые дни, месяцы и годы оказались не черновиками, а выпускной контрольной. И все, уже поздно. Подобная мысль леденит душу. Уходит здоровье, чтобы уже не возвратиться. Уходят друзья и родственники. Проходит время. Не умеющие течь вспять. Когда все важное прошло мимо, помахав ручкой, ужас этого простого слова поздно рождает плач и скрежет зубовный. Звуками этими будет полна злая реальность преисподней. Но пока листаются эти страницы, пока глаза бегают по строчкам, а за окном по небу плывут облака, еще не поздно. Сейчас продолжается. Тянется привычное «потом». Потом я постараюсь исправиться. Потом начну бороться с грехами, беречь жену, воспитывать детей, думать о Христе. Потом, потом, потом. Это книга о том, когда «потом» заканчивается и начинается здесь и сейчас. По словам издателей, эта книга про Терея Андрея Ткачева вводит читателя в мир православного предания, помогает преодолеть страх первой исповеди, познать радость божественной литургии, разобраться в таинствах церкви и избежать духовных ловушек. Просто и убедительно, со множеством ярких примеров, автор показывает, как церковная жизнь изменяет внутренний облик человека, открывая самую суть веры во Христа. Книга дает читателю возможность почувствовать себя уже не сторонним наблюдателем, а полноценным участником жизни православной церкви. За краткостью и ясностью изложения огромный опыт автора, помогающий уяснить основы веры любому интересующемуся человеку. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok